Их встречают не только как героев, но и как людей с неограниченными возможностями. Участники нашумевшего проекта «Движение без границ» завершили свое путешествие в столицу, где в течение нескольких дней участвовали в международном танцевальном проекте «Инклюзив Дэнс». С такого трогательного и удивительного для обывателей мероприятия наши танцоры вернулись с почетными наградами. При условии, что нас оценивало международное жюри, это эксперты из Австралии, Нидерландов, Италии, Австрии. На самом деле это довольно-таки серьезные люди, которые занимаются инклюзивным танцем. И они действительно выбрали именно наш проект, это «Движение без границ». И он был номинирован именно на события года в России. Ну и также вот среди 24 пар в эстрадном танце мы заняли второе место. «Инклюзив Дэнс» – это крупнейший инклюзивный фестиваль в России. В нем ежегодно принимают участие сотни людей с инвалидностью, занимающихся танцами, а также сотни помогающих им волонтеров. В классическую программу фестиваля входят мастер-классы от профессионалов, различные конкурсы и непосредственно выступления команд, которые никого не оставляют равнодушными. Для Владивостокского коллектива «Движение без границ» это был первый подобный опыт. Поэтому серебро в командном зачете, призовые места в сольных номерах и, наконец, приз в номинации «События года» для танцоров оказались выше всяких ожиданий. «Впечатления яркие, впечатления очень запоминающиеся. Почувствовали свой потенциал, что можно дальше продолжать заниматься, что это очень дело важное, достойное для нас, и можно собрать большую команду. Мы готовы дальше продолжать тренировки, чтобы выступать уже на более серьезных соревнованиях». Как отметили приморцы, готовиться там, в Москве, времени не было, поэтому оттачивали программу во Владивостоке. Ничего особенного не готовили, однако понимали, что борьба будет нелегкой. На сцене в итоге сошлись более 300 человек. Владивостокский коллектив был откровенно удивлен не только большим ажиотажем среди участников, но и качеством выступлений других танцоров-инвалидов. «Они уже четвертый год проводят этот фестиваль, и рассказывали нам сами о том, что год от года он растет. И на самом деле соперники были очень достойные. Ребята танцуют, и я видела по интернету, по телевидению, как танцуют на колясках, но когда ты смотришь это вживую, это просто настолько поражает. Даже я таких вещей многие не смогу сделать, как делают они». Приморцы гордые и счастливые отметили, что их проект уже ждут на фестивале в следующем году. Поэтому танцоры собираются за это время освежить программу, а возможно и состав коллектива, в который они приглашают всех желающих. Максим Яковлев, Игорь Болтов. Новости спорта на восьмом.